Поехали! Сегодня будут лучшие из лучших лидировать после второго тура. Вот тема раунда первого. Так, Арсей, начинай. Согласно поговорке, её способны испортить ложкой тёпки. Роман? Бочка мёда. Да. Его роль в легенде 17 исполнил Тимур. Тимур? Так, БМ же, да? БМ. Борис Михайлов? Да. Да. Его история насчитывает более 100 лет. А в 2013 во время его проведения произошёл теракт, в результате которого погибли три человека. Роман? Бостонский марафон. Да. Его советуют соблюдать новичкам, собравшимся начать покерную или ставочную карьеру и самым подходить к выбору лимита или размера ставки. Покеристов вижу нету. В нём нашла последний приют любовница Д'Артаньяна Констанция Банасия. Карман? Ой, нет. Сейчас. Нет. Нет. Какое второе слово-то? Второе, понятно. Первое никто не может вспомнить. Это Бетюнский монастырь, да. А я думал, какая-то базилика. Монастырь. Многие минусуют на Бенедиктинский. За этим напитком ходил Коля, Фитингофья, Тимур. Кефир? Да. Фанта появилась на свет в этой стране. Тимур? В Германии. Да. В ответе два слова. Штилиц терпеть не мог можжевеловую водку, которую приходится хлистать только потому, что её любит гейдрих. А любимым напитком был он. Согласно книжке подскажу. Армянский коньяк был. Название этого коктейля из джина лаймового сока и сахара может подсказать известное правило. Арсений? Буравчик. Да. Ещё есть такой коктейль, да? Есть. На одном из стримов Александр Пушной со товарищей употреблял этот напиток, на всякий случай назвав его не свежевыжатым соком кукурузы. А, ну да, логично. Самая престижная литературная премия Франции в лучшей арсении? Ганкуровская премия? Да, Бранчевская премия. Он стал последним фильмом, где использовался образ бродяжки Чарли. Арман? Великий диктатор? Да. А личная охрана этого полковника состояла из молодых девушек, исключительно девственниц. Также он стал одним из прообразов. Афаза? Тимур? А если полковник, то Каддафи, наверное? Да. Так, тут картинка у всех появилась? Нет пока. Нет? Сейчас, да. Есть, Роман? Да, да. Так, сейчас отжимаю. Циферки 1, 2, 3, 4. Перед вами 4. Дать ему. Так, а что назвать на фамилию? Ну, ты нажал. Без вопроса. Попробуй отдадай теперь. Олег Болдуин, Уильям Болдуин, Дэвид Болдуин и… Я понял. Достаточно. Не попал в форму, нет. Так, тут из-за неправильного ответа скажу. Значит, перед вами 4 брата Болдуина. Стивен под этим именем. Там, потому что дал ответ и текст пропадает. Сопутствующим. Надо Дэниела Болдуина назвать. Под каким номером? Дэниел под первым. Этики на братья с фамилией на букву В. Включили широкую известность. Тимур? Широкую известность? Кого выбрать-то? Давайте в Эйнштейне. Нет, сняв фильм, который за первый год проката посмотрела свыше 30 миллионов. Роман. Кого же выбрать? Вачовский. Опять не попал. Фразы фильма стали крылатыми. Главный герой суперпопулярный. Но режиссеры не были братьями, а всего лишь однофамильцами. Арсений? Вроде Васильева, как-то так, да? Да. Режиссеры. Именно он, правда, лишь со второй попытки смог доставить письмо товарищу Житкову в стихотворении Маршакан. Сыни. Ленинградский почтальон. Совершенно верно. За свою результативную игру в атаке, скорость и... Это... Мэлоун. Это Карма Лоун. По прозвищу почтальон. Он написал книгу души, которую включили в школьную программу и обязаны относиться к книге. Тимур. Туркмен Баши? Да. Это Туркмен Баши, Ниязов. Герои нового сериала «Видеть», где в мире будущего все население Земли ослепло, переписывались с помощью этого способа, знакомого героям произведения «Серца трех». Там, по-моему, узелковое письмо было. Да, совершенно верно. Этот почтовый клиент принес известность молдавской компании. Тимур. Забет. 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 Тимур. Эти братья-близнецы всю жизнь играли в одном звене. Сначала в моду, затем... Тимур. Сейчас, сейчас, несутся братья. О, господи мой, бываешь клиент, а? Сейчас, есть время, да? Три, два... Сейчас, время. Можно не считать, можно не считать. Так, братья. Ванкувер, Ванкувер. Сейчас, сейчас, братья. Ответа, увы, время вышло. Господи, а я бываешь клиент, блин. Роман. Братья Сидины, по-моему. Братья Сидины, совершенно верно. Как меня с Бетюнским. Да. После того, как этот диктатор объявил себя пожизненным президентом Гаити. Тимур. Сейчас, 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 опять, да? Так, Тимур, опять время вышло, считаю. Да, 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 да. Три, два, один. Прошу ответ. Нет, нет, не могу. Ответ. Арсений? Папа Док. Папа Док, он же Франсуа Дюалин. Блин. Главный герой повести Габриэля Гарсия Маркеса. Полковнику никто не пишет, ждал письма с этой новостью. Все, что нажито непосильным трудом, Тимур растерял. В 2015-м Том Харди исполнил роль этих близнецов, терроризировавших... Да, Арсений? Сейчас. Достаточно фамилии. Да. Тоже считаю. Три, два, один. Нет ответа. Блин, так сразу не вспомнишь. Ну, блин. Это всеобщее затмение. Это братья Крей. Последний вопрос первого раунда. После того, как с последнего диктатора Европы сняли санкции, Лукашенко в 2019-м выбрал для первого визита эту страну, приняв приглашение федерального президента Александра Вандербелина. Ну, частно. Можно, конечно, частно. Хотя нет, безчастно, безчастно. Австрия. Пока только брали у нас белорусы и австриец Владимир. Я белорус знать не знаю, где он попался. Ну, вообще неинтересно. Бояр Кингова взял, ему и положено своего президента-то знать. Белорус, кстати, да. В теме ВИС я только один, по-моему, взял. В теме ВИС три слова прям? В теме ВИС, да, обыкновенная трехбуквенная матрица, кстати, довольно-таки несложно. А, в смысле, они подряд идут или три слова? Три слова на вот как обыкновенная буква . Три слова на эти буквы на заглавные. Давайте попробуем, если хотите. Тимур выбирает. Картинка у всех есть? Да. Да. Отжимаю. А под черным прямоугольником скрыта она. Роман. Парада Ивана Сусанина. Да, все так просто. Далее в том же душе. В своей первой речи после начала Великой Отечественной войны Сталин обратился к народу так, вероятно вспомнил свое семинарское прошлое. Братья и сестры? Да. Жар птица, петрушка и весна священная. Это они написаны в русский период. Тимур. Балеты Игоря Стравицкого. Конечно. В свое время они вживую могли наблюдать игру Диего Марадоне, Рената Дасаева, Давара Шукера, Эрхио Рамоса и многих других звезд, выступавших за их любимую команду. Все эти игроки выступали за испанскую Севилю. Поздно дошел. Мур. Мур. Ладно, извиняюсь. В разные годы режиссерами этого популярного сериала, основанного на серии комиксов, выступило множество знаменитых людей, таких как Том Хэнкс, Арнольд Швард Снеппер, Мур. Байки слепа. Совершенно верно. Все боятся, довольно-таки несложная тема это была. Тимур, продолжаем. Владельца кондитерской фабрики Ханса Ригеля-старшего, пожалуй, можно назвать их отцом. Арсений? На мармеладные мишки? Да. Till the morning light и вот такие дела. Другие названия этой песни Верки Сердючки. Тимур? Не приставай ко мне, что-то там, блин. Там что-то осталось, мне нужно телеком-песню назвать, название или слова. Я не, чтобы в тему попало. Три, два, один. Нет ответа. Арсений? Я не поняла. Я не поняла. Первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова, а вторая право хранить и носить его. Оружие? Оружие. Это имя происходит от латинского, от которого также образовано и русское слово «царь». Слушаю. Сезар. Это Сезар. Подразделение General Motors с таким названием просуществовало всего 25 лет. Я банкротилась в 2010-м. По мнению автора автомобиля в этой марте. Вот эти. Да, ее снимать, блядь, а? Я все прослушал. Я все прослушал. Продолжаем. Это уменьшительное женское имя носило, в частности, и та, которую Эйнштейн, Гьёдане и Вейли Виннер считали наиболее значительной женщиной. Да? Это Эмми. Про имя Нетр. Совершенно верно. Миллионетр. Этот заглавный персонаж в фильме появляется всего на пару минут. Большая же часть экранного времени отведена, конечно, Луи де Финессу. А если кинопремия нет, навряд ли. Вот фиг знает. И все вы ее знаете. Это Оскар, одноименный фильм с Луи де Финессом. Налоговый гнет, притеснение властей и церковная политика императора Юстиниана I стали причиной этого восстания крупнейшего в истории Константинополя и Лизантии. Ника. В названии пятого своего студийного альбома Филипп Киркоров признается, что он не Мур... Не... не Рафаэль. Я не Рафаэль, так и называется альбом. Стыкно, конечно, ты знаешь. Владимир Высоцкий, как следует из песни, не только не любил, когда стреляют в спину, но был также против них. Роман. Против выстрелов в упор. Совершенно верно. Доброе утро. И на всякий случай, если я вас больше не увижу, добрый день, добрый вечер и доброй ночи. Слова этого персонажа... Это заглавный персонаж Шоу Трумана. Странно, но в один год Александр Рыбак исполнил и сказку на Евровидении, и песню «Я не верю в чудеса» в этом фильме Бекмамбетова. Что-то машина в небеса улетает. Дорогу из Мармелада, как и еще восемь книг из серии «Сказки прекрасной долины» можно назвать страной ОС на минималках от этой плодовитой отечественной писательницы. Тимур. Да черт с ним, пусть до Ансова будет мало чем-то могла написать. Да, плодовитая ж. В зачете имя и фамилия. Сама приступившая евангельские заповеди, эта проститутка нашла в главном герое родственную душу. А когда того приговорили... Арсений? Соня Мармеладова. Конечно. А фантастический рассказ Ричарда Столмана «Право читать» рассказывает об обществе, в котором это право достигло сверхразвития. Это копирайт или авторское право. Право на забвение, которое позволяет потребовать удаления своих персональных данных из поисковых систем, в России пытался воспользоваться. И этот миллиардер-ресторатор, возможно, организатор... Тимур. Ну, пусть еще ларкинг будет. Нет. Возможно, организатор фабрики троллей. Арсений? Ну, там есть какой-то Пригожин. Это он. Бутерброды с мармеладом всегда носил с собой в чемодане этот персонаж. Ах, блин, блин. Так, господи, а? Роман. Что-то подобное пропаде. Да. А, точно. Движонок. Киношный. Роман. Требование, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть... Правила Миранды. Да. Да. Из шестого него мы узнаем, что посредственность всегда полагает себя незаурядной. А поэтому провозглашает и утверждает свое право на пошлость. Или утверждает пошлость как право. Тимур. Неужели? Может, правила бойцовского клуба? Нет. Нет, уже второй за сегодня бойцовский клуб мы слышим, но это неверный ответ. Это немножко из другой оперы. Это из гудкайндовского «Шестое правило волшебника». Песни для этого фильма, в том числе «Ешьте мармелад» или «Мармеладный бум», написал Юрий Энтин. Вопреки названию, все песни в фильме, кроме одной, звучат в стиле поп. Вот такой вот. Так, закончили мы второй раунд. Еще одно выяснение, один остался. Сейчас тоже дам пояснение. В принципе, тоже ничего сложного. Так. Гости программы СМАК просто какие-то известные личности, принимавшие участие в этой программе. А в первой теме, вот как в первой теме, в первой игре, точнее, были код и кит. Одной буквой отличались. Тут будет во втором, во второй загаданном слове, добавляется одна буква, как, например, код и крот. Так, если все понятно, давайте продолжаем. Тимур. В одном живут десятилетия порою жизни до конца, в другой на время лишь строения и очень часто для бойца. Десятилетия живут в браке, а для бойца в браке. С одним мы боремся весной и всем летом, руками химии, всяким инструментом. В другой профессии я из самых древних, коли есть сырье, оденет пол деревни. Разобрали этот вопрос. Это сорняк-скорняк. Один получают порою в сети, хотя и не жаждут подарка такого. Другой до 20 века почти сосудом был для напитка любого. Одно бывает инструмента, певца, танцора, прочих лиц. Другой играет роль фермента, но может быть, едой для птиц. Один чиновник и начальник, в стране немало таких рыл. Другой учитель и наставник, а раньше титулом он был. Ух ты, а ну, Роман. Мэр и мэтр. Браво, по-моему, первый раз взяли. Ох, без песни, я быстренько. Этот небольшой бельгийский городишко получил известность. Арсений. А, блин, песняк же. Ну, брюнки пускай будут. Это вообще Бельгия. Благодаря крупной битве 19 века и стал названием второго альбома группы Абба. Тогда Ватерлоу. Конечно. В песне «Вагонные споры» Макаревича герои сошли среди бескрайних полей под этим городом. Роман. И оба сошли где-то под Таганрогом. Верно. Именно в этом порту с пробоиной в борту Жанетта поправляла токелаж. 14 французских моряков так и остались там навечно после встречки с англичанами. По-моему, первый раз дочитал я этот вопрос. Кейптаунском порту с пробоиной. А, это же песнями. Песня, где были слова «Вечно будем мы вместе май встречать в этом городе» стала официальной песней 4-го международного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в нем же. Некоторые по рифме пытаются подобрать. Мы вместе будем мы встречать в Бухарестке. Михаил Михайлов с Анной Вески в совместной песне «Воспели этот прибалтийский город, назвав его городом с ароматом кофе». Вески и стонка, соответственно, Таллинг. И этот вид спорта официально стартовал на Олимпиаде в 92-м. Арсений. Шорт-трек. Да. Его гнездо часто используется для подключения различных электроприборов к бортовой автомобильной сети, а также... Прикуриватель в автомобиле, да. Наверное, все ожидали, что он будет готовить цыпленка табака, но этот актер и бывший Арсений... Ермольник. Да. Как истинный сибиряк, этот пианист-виртуоз на передаче начал готовить Арсений. Денисов, нет? Не Денисов. Матсуев. Денис Матсуев. Денис там тоже присутствовал частично. Название этих курительных трубочек дословно означает «маленькая сигара». По составу имеет роман. Сигарилла. Да. Это особенность формы американской полиции. Отличает офицера, проработавшего больше года, от новичка-стажера. Роман. Может быть, короткие рукава? Совершенно верно. Новичкам не разрешают носить короткие рукава. Журнал «Мир фантастики» поставил главного героя этого фильма, боевого робота Джонни 5, на десятое место в списке. Самое-самое... Арсений? Короткое замыкание. Да. Дело табак, восьмая и последняя книга из цикла «Городской стражи» этого британского... Роман Терри Пратчетт. Да. Она же Снав, она же Павлюшка. Готовя форшмак, этот одесит рассказывал, как играл в спектакле фашиста. И желая подольше остаться на сцене, так долго падал, что всем надоел, и бить по-настоящему его принялись даже свои немцы. Было это еще до того, как юморист переехал. Роман... Как бы не Роман Карцев. Браво. Короткий рассказ «Здесь тоже вводятся тигры» стал одним из первых произведений этого автора. А позже вошел в сборник рассказов «Команда скелетов». Кимур? Не знаю, может, ты и миль короткий? Нет, здесь короткий в вопросе. Ай, ёб... Это Стивен Ким был. В произведениях «Конан Дойла» Холмс измерял сложность дела в курительных трубках, а в сериале «Шерлок на смену трубкам»... Арсений? Никотиновые пластыри. Браво. У нас ничья. Будучи молодой актрисой, она познакомилась с Вячеславом Кихоновым на съемках фильма «Дело было в Пенькове». О работе ведущей самых первых передач КВН на центральном телевидении актриса в передаче не упомянула. Не знаете? Ну не вешайте нос. Тимур? Не знаю, Дружинина, может? Да. Режиссер Гардемаринов. Этот драматург и актер принял участие в передаче накануне своего 80-летия. Примечательно, что жена Инна отказалась брать его новую фамилию, оставшись с Ивановой, заявив, что принять его фамилию – это уж слишком даже для жены юмориста. Шутку только Армен Гамбарян понял. Она отказалась быть… Да, да, да. Ининой. Я не вспомнил такого. Тимур? Наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу «Коротышка» является основателем этого картеля, одной из самых могущественных криминальных организаций мира. Тимур? Но если Эскобар это был Медельинский, пусть это будет Калийский. Нет. Он был немножко в другой стране, в Мексике, и это один из мексиканских штатов Синалуа, где он был образован. Сигареты этой марки считались лучше денежных единиц после открытия второго фронта американцами. А рекламировали эти любимые сигареты Джеймса Бонда и Рональд Рейган и Хэмфри Богорт. Не хотят лидеры рисковать. Сложный вопрос, по-моему, никто не взял. Это сигареты Честерфилд. Спасибо, замечательно поборолись. Поздравляем с первым местом делят. По два с половиной очка у нас получают Арсений и Роман. Тимур остается третьим. Очень большая просьба Арсений, не хотелось бы такого игрока терять сильного. Просьба к следующей игре обзавестись камерой. Всем спасибо. Увидимся в третьем туре. Пока. Спасибо.